Инстаграм запустил новинку видеоредактор Edits. Давайте разберем, что же входит в этот видеоредактор, насколько он поможет монтировать вообще видеорелс и действительно ли он будет круче, чем CapCut, InShot или другие видеоредакторы. Меня зовут Галина Горбань, и на моем канале очень много полезных видео про рекламу, продвижение и маркетинг. Что предлагает Инстаграм для своих пользователей? Ну, самое большое преимущество это то, что вы можете монтировать видео и при этом не будет никаких водяных знаков. Что же в этом приложении? Разные шрифты, инструменты анимации, видеоэффекты, анимации изображений можно комбинировать, и все будет у вас в одном фоне, все ваши проекты будут сохраняться. Также можно будет изучать вовлеченность, статистику, то есть вот вроде как достаточно много такой полезной информации. Также можно снимать контент, вдохновляться новыми идеями и вот экспортировать видео даже в 4К. И давайте прямо сейчас в режиме реального времени я покажу вам, как выглядит это приложение и какие функции в нем есть на самом деле. Захожу в приложение Edit на телефоне, и здесь предлагаю создать свой первый проект. Нажимаю на плюс и загружаю видео, которое я хочу отредактировать. Пусть это будет это видео. Так, что здесь есть? Здесь есть возможность добавлять аудио, но будьте внимательны, это вся музыка с лицензией, поэтому если вы захотите рекламировать такое видео, то у вас не получится. Лучше использовать музыку без лицензии. Здесь есть возможность наносить текст, и, например, можно поменять шрифты. Здесь есть шрифты, которые есть и в Инстаграме, и немного добавили новых шрифтов. Например, я хочу добавить текст, и вот, например, я изменю его. То есть, когда вы просто накладываете текст, вы можете поменять и сделать такую подложку. То есть, вот, например, я хочу поменять текст и пишу, допустим, про рекламу. Вот, текст можно располагать, где вам удобно. То есть, можно уменьшать, увеличивать. В целом, эта функция полноценная, такая же, как в Инстаграме. Если вы хотите изменить текст, то нужно нажать на кнопку «Изменить». И здесь даже такой же ползунок есть, как в Инстаграме, который увеличивает или уменьшает текст. Текст можно сделать любого другого цвета. Вот, пожалуйста. И когда вы нажимаете на букву «А», то, соответственно, меняются варианты. То есть, без обводки, с обводкой и с разными вариантами подложки. Также здесь есть различная такая анимация, достаточно простая. И есть возможность использовать и вот такие вот необычные форматы. Расположение текста тоже можно поменять. И нажимаем «Готово». То есть, вот такая простая функция есть. Также здесь есть функция с субтитрами. И субтитры вы тоже можете сделать. Но есть такой нюанс функции «Сделать текст с подложкой в субтитрах». Ее почему-то нет. Несмотря на то, что функция просто текста есть с подложкой. Возможно, добавят скоро. Вот, например, я получила вот такой текст. Я хочу его чуть-чуть переместить. Вот я его перемещаю. И, как видите, текст плохо видно. Нажимаю «Изменить». И вот здесь, когда я нажимаю на эту букву «А», то у меня два варианта. Только есть текст с обводкой или без обводки. По крайней мере, в данный момент ничего другого не вышло. То есть, я могу поменять также цвет. Но я не могу добавить ничего, чтобы было лучше видно этот текст. Единственный вариант, что можно сделать, это добавить. Здесь есть функция «Оверлей». Я могу добавить, например, какую-то подложку дополнительную. Такую PNG-шку. Сейчас посмотрим, как она будет выглядеть. Так, сейчас я ее чуть увеличу. И вот такое наложение из PNG. Я могу добавить, и, соответственно, тогда мои субтитры будут видны. Например, я могу их сделать даже белым цветом. И, соответственно, они будут достаточно хорошо видны. То есть, вот так выглядят субтитры. Очень необычный вопрос. Как мне вернуть деньги, которые я потратила на рекламу? Никак. Ну и, соответственно, я могу эту подложку полноценно продлить. Что еще здесь есть? Давайте посмотрим, что мы можем еще сделать. Здесь можно налокладывать голос поверх. То есть, вы можете включить диктофон и нажать запись и записывать голос. Еще тут есть функция «Вырезать». И эта функция предлагает вырезку из какого-то дополнительного видео. Например, я хочу вырезать себя из вот такого видео. Загружаю. И, соответственно, есть возможность полноценно отследить объект. И вот у меня вырезают из фона. То есть, извлекает объект. И я смогу как-то это потом использовать. Для того, чтобы уже согласиться, окей, нужно досмотреть до конца видео. И оно здесь только 30-секундное. Можно добавлять. Нажимаю «Готово». Так, и я могу вот себя как-то здесь по-другому расположить из другого видео. Также здесь есть возможность добавить различные стикеры. То есть, можете там написать, например, «Док», и у вас тут будут разные варианты. Там собачки. Все, что вам нужно. То есть, разные стикеры здесь тоже можно добавлять. Можно добавлять картинки. Так как я добавляла PNG-шку через функцию «Оверлей». Но единственный нюанс, что картинки, их невозможно анимировать. То есть, они будут просто по очереди всплывать. Как вы их установите, так оно и будет. То есть, вот оно выглядит вот так вот. Какого-то суперэффекта не будет на картинке. Потому что нет пока функции анимации. То есть, куда я вставила картинку. На тот момент видео она и будет показываться. Все лишнее можно удалять. Например, я хочу удалить вот это все. Что еще есть? Есть звук FX. И, соответственно, здесь можно добавлять различные там необычные звуки. Если они как-то могут дополнить ваше видео. То есть, я могу редактировать видео, разделить его в нужной мне месте. И, соответственно, я могу как-то подтянуть, уменьшить, изменить видео. Могу я также вставить еще какое-то видео. Вот, например, либо записать сразу через камеру, либо добавить через галерею. Например, я хочу добавить это видео. Вот оно здесь, получается, добавляется. По поводу переходов, то я не вижу здесь переходов, чтобы можно было. А нет, переходы тоже есть. Кстати, даже добавили переходы. Вот, например, вот такой переход. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть. Ну, по крайней мере, странновато немножко вышло. Но также я заметила, от телефона многое зависит. Возможно, где-то это будет более как-то красиво. Но почему-то переход не сильно получился. Давайте еще раз попробуем другой. Почему-то на моменте перехода подвисает немножко приложение. Кстати, подвисло, когда я хотела даже запустить сразу несколько видео. То есть сразу добавить оно не дало. Но по очереди, по одному видео оно дает добавлять. Вот такое приложение. Сохраняется все в проектах. Проект вы можете потом снова открыть и его экспортировать в Instagram. Экспорт происходит прямо здесь, в моменте. Вы можете сохранить себе на телефон без водяного знака, соответственно. А можете просто закинуть себе в Instagram. Готово. Сохранилось видео. Можно, видите, поделиться в Instagram сразу. Или вот сразу оно сохраняется в фотопленке. Если нажимаем поделиться в Instagram, обращайте внимание сразу, в каком профиле. То есть на каком профиле вы сейчас находитесь. В тот профиль у вас и будет возможность поделиться. И сразу открывается возможность редакции Reels. Можно изменить здесь обложку, написать текст. То есть здесь вот все стандартно. И куда это видео будет опубликовано. После того, как вы его опубликуете, оно появится у вас в ленте Instagram. Вот я такое видео уже одно опубликовала. Я прямо снимала через этот видеоредактор. И вот, как видите, здесь оно есть в ленте. Но что интересно, то есть такая специальная пометка, что я сделала в видеоредакторе с помощью edits. Instagram делает такую автоматически сразу рекламу на таких видео, которые вы сразу репостите через edit. Если вы отдельно загрузите это видео через Instagram, то такой, соответственно, пометки не будет. Вернемся в наше приложение и посмотрим, можно ли что-то делать с фото. Предлагаю выбрать вот такое фото, потому что там Instagram заявил, что можно каким-то образом фотографию анимировать. Но я не нашла такую на самом деле функцию, чтобы ее как-то прям по-особенному анимировать. Есть возможность настроить, то есть поменять яркость, контраст. Есть возможность добавить какой-то фильтр на фотографию. То есть вот фильтры тоже здесь есть. И есть возможность добавить какие-то эффекты. То есть эффекты эти можно добавлять и на видео. Например, давайте посмотрим, получилось ли что-то у нас с таким эффектом. Да, то есть вот просто какие-то эффекты оно дает добавить. Вот и, в принципе, все функции, которые есть для фотографии. Поэтому больше это приложение, конечно же, для создания видео, потому что с помощью эффектов оно по факту из фото сделало тоже видео. Поэтому попробуйте, понравится вам или нет. Может, вы пользуетесь уже давно каким-то другим приложением. Понятно, что здесь очень простые настройки и нету каких-то вау-суперэффектов, которые уже привыкли делать. Но для простого монтажа вполне хорошее приложение, тем более, что оно бесплатное. И если вам нужны видео именно для Reels, то, в принципе, оно закрывает все основные функции в простом монтаже. Делитесь в комментариях, как вам новинка от Инстаграма. И также пишите, какие приложения для монтажа видео вам нравятся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok